В этом году республики и грантовую поддержку от государства на развитие животного отства по программе «Начинающий фермер» получили 60 человек. Многие грантообладатели уже реализовали свою мечту, приобретя желаемое поголовье скота для старта собственного дела. Среди них и многодетная мать из села Терезе Малокрачевского района Радифа Джанкезова, а женщине-фермере Мадина Кракетова. В 5 утра пора доить коров, скоро раздастся гудок молоковоза. Восьмиклассник Арафат Узденов взял на себя эту заботу. В этой семье четко распределены обязанности каждого ее члена. Небольшая ферма в 28 голов крупнорогатого скота – итог грантовой поддержки Минисельхоза, которую сумела получить мать семейства Радифа Джанкезова. Для многодетной матери, самостоятельно поднимающей пятерок детей, а тому из которых постоянно нужна дорогостоящая медицинская помощь, этот грант был жизненно необходим. Поскольку женщина еще в детстве, наблюдая за родителями, поняла, что только неустанный труд в сельском хозяйстве может обеспечить ее семье постоянный доход. Так и родилась идея создания собственной фермы. Я решила увеличить поголовье скота и как глава КФХ составила свой бизнес-план и подала документы на получение гранта. И благодаря членам комиссии одобрили мой план и я получила грант. Скот Радифа приобрела сразу же, как на счет поступили средства грантовой поддержки, и поставила на откорм. Я собираюсь их на следующий год сдать. Я уже договорилась, чтобы их реализовать. И надеюсь, что уже в начале следующего года у меня будет доход от них. А в данный момент у нас есть дойные коровы, мы молоко сдаем. Ну, свой сыр, сметана. Это как бы идет на нужды семье. Радифа Джанкезова мечтает о большой семейной ферме. Она признается, что ее семья не боится тяжелого труда. Сегодня начинающий фермер испытывает некоторые сложности, связанные с размещением скота, но не отчаивается и полна идей. У меня сарай только на 14 голов скота. У меня все поголовье здесь дома во дворе не помещается. Поэтому мне приходится остальное поголовье отдать на платную зимовку. И в связи с этим я собираюсь еще расшириться, как бы вот купить землю, построить ферму. Министерство сельского хозяйства Карачао и Черкесии говорят, что государство не оставит без помощи Радифа Джанкезова и других таких же кагана начинающих фермеров, нацеленных на результат. Для них предусмотрены дополнительные меры господдержки, такие как развитие мясного скотоводства и семейных животноводческих ферм. Есть программа по мясному скотоводству, то есть закупка мясного скота и реконструкция, модернизация животноводческих ферм. Если необходимо строительство базы, где будет содержаться данные поголовья, она может уже участвовать в этой программе уже в следующем году. А если она хочет участвовать по программе, как я то выше сказал, поддержкой семейных животноводческих ферм, то есть мы ее знаем, они занимаются семьей, как раз таки, и можно будет заниматься семейной животноводческими, регистрироваться уже как семейная животноводческая ферма. И по истечении двух лет она уже может тоже иметь право участвовать в программе на расширение. Ну там уже есть у нас и закуп скота, она может уже часть потратить, и часть на закуп оборудования необходимого для ведения ее бизнеса, и часть на строительство или модернизацию, имеющиеся у них построек. За период с 2012 по 2017 год грантовую поддержку государства в Карачаево-Черкесии получили 688 начинающих фермеров. И большинство успешно реализуют задуманное. По данным Минсельхоза республики, на базе этих ферм создано около 700 рабочих мест.